Огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья. В этом видео я вам хочу рассказать мое мнение о нескольких новинках, которые недавно вышли в компании Арифлеймы, которые я уже успела протестировать, и о них у меня сложилось определенное мнение. И это будут средства, которые вы увидите дальше, о которых я расскажу. Это будет кушон от Арифлеймы серии Giordani Gold, это будет маска разогревающая серия шведский спа-салон, это будет новый аромат вот такой вот, и тушь серии The Van. Поэтому, если вам интересно посмотреть мое мнение об этих новинках, то, конечно же, наливайте себе кружечку чая или кофе и смотрите это видео. И здесь у нас, конечно же, на обложке новая тушь, я ее заказала, эффект кошачьих глаз, как здесь заявляют. Ну что, давайте будем смотреть и обсуждать эту тушь, потому что я ее уже успела протестировать. Тушь будет стоить, давайте я вам подскажу, смотрите, при покупке двух, каждая тушь будет стоить 279, так 1 359 рублей. Окей, я заказала эту тушь от этой стоимости, поэтому, если вы еще не зарегистрированы, консультанты покупают по более выгодной цене, в инфобоксе под N7 Video вы найдете ссылочку для регистрации. Что хочу сказать, очень я сомневалась заказывать ее или нет, потому что предыдущая версия, вот такая вот пузатенькая, мне не подошла. Ну, как не подошла? Она не давала того эффекта, который я бы хотела видеть на своих ресницах, вот так. А если нет эффекта, значит не подошла. И я подумала, ну вот та же самая форма, что-то такое, скорее всего, неудобное. И что же будет вообще? Но давайте, давайте будем уже смотреть. Форма вот такая, этой кисточки. Здесь, конечно, так как туши много, здесь скругленный кончик, и здесь, видите, очень средства много набралось. Тушь интересная по щеточке, хотя я люблю, вот, вы знаете, я люблю силиконовые щетки. А здесь щетка такая все-таки, это мягкие щетинки, ведь такой эргономичный изгиб у этой щеточки. Подвинусь к вам поближе, вы можете посмотреть, надеюсь, вам видно, вот эта тушь у меня на ресницах. И на ресницах, поэтому вот такой вот эффект тушь дают на ресницах. Мне понравилось, но скажу сразу, что вот такой вот эффект на ресницах не возникает от одного и второго взмаха этой щеточки. Этой щеточкой нужно побольше, и тогда, и тогда получается, что результат будет от этой туши на ресницах. И нужно эту тушь несколько раз наслаивать. И вот с одной стороны я крашу, со второй стороны крашу, даю немножко просохнуть. И тогда получается вот именно вот такой вот результат на ресницах, который меня устраивает. И, конечно же, тогда, когда я вижу такой вот результат на своих ресницах, я тогда говорю, да, тушь мне нравится, тушь мне подходит. Здесь вот интересная формула с двумя типами фибры, получается. Создает заметный объем и длину. Фибра в форме сердец легко. Фибра в форме сердец, это мы, получается, с вами видим вот эти вот кисточки на срезе, вот такие вот фибры в виде сердец. И вот эти вот фибры как раз-таки дают, что насаживают на каждую ресничку вот тушь и удлиняют ее и создают объем. Да, и утолщают. Вот как раз-таки я люблю и удлинение, и объем. И не во всех тушах можно, знаете, добиться вот от всех тушей такого результата. От этой у меня получается. Я очень рада. В общем-то, мое первое мнение было обманчиво. Я всегда говорю, нужно покупать, нужно тестировать и делать именно выводы самой. Но или, знаете как, если вы уже понимаете, какие вам туши нравятся, по аналогии с теми, какими, допустим, пользуюсь я, вы тогда можете доверять моему мнению. И если вам нравятся туши Джордани с силиконовой кисточкой, тушь петь в одном силиконовой, тушь из бюджетной серии One Color, вот это вот, тоже вам тогда и эта тушь вам подойдет и вас будет устраивать, вам будет нравиться. Так что, вот такое вот мнение мое об этой туши, мне, в общем-то, она создала тот эффект, который я хочу видеть на своих ресницах, который вот меня устраивает. Потому что, когда красиво накрашенные ресницы, это, ну не знаю, можно сказать, что многие не красят тени, это тогда ресницы, это 100% успеха и хорошо выглядящих и интересных глаз. Поэтому с этой тушью можно добиться такого эффекта, если у вас вообще ресницы свои как таковые есть. Если же коротенькие реснички, то это сильно большая щетка для коротких ресничек. Тогда я думаю, что вы этой щеткой просто испачкаете вокруг кожу. А если у вас есть все-таки ресницы и вам хочется создать объем и их как-то уложить хорошо, тогда да, это тушь именно для вас. Это новинка, о которой мы с вами поговорим и которую я заказала тоже вот вперед, потому что она была доступна. И это у нас парфюмерная вода Инфинита. 50 мл. Давайте будем смотреть. Вот так выглядит этот аромат. Я, видите, уже так успела его протестировать. Цветочный, фруктовый, древесный аромат. Здесь у нас мандарин, жасмин, грандифлорум, кашмировое дерево. Кашемировое дерево, да. В сердце нового аромата жасмин, грандифлорум. Один из самых выдающихся ингредиентов мировой парфюмерии. Уже 300 лет его лучшая разновидность выращивается в знаменитом французском грассе. Он символизирует женственность со всей ее нежностью и внутренней силой красотой. Согласна полностью с тем, что здесь написано в каталоге. Потому что это действительно нежный, женственный аромат. Который приятный. Который нравится ощущать при его каком-то, знаете, дуновении. И этот аромат, я хочу сказать, что он стойкий. Аромат приятный, аромат такой какой-то согревающий. Он, конечно же, относится к ароматам, все-таки ароматам сладким, но не приторным. Не удушающим, не вот таким вот, каким-то вызывающим тошнотворное состояние. Это аромат сладкий, вкусный, деликатный. Мне он очень понравился. И он, знаете, раскрывается очень красиво. Интересный аромат. Вот интересное, потому что сочетание жасмина, мандарина. Это как-то так вот уравновешивает, я бы так сказала, друг друга. И создается такое интересное, в общем-то, сочетание. Стоимость довольно-таки хороша. И аромат, вы знаете, он какой-то запоминающийся. Я бы так сказала, что он оставляет, оставляет отпечаток об этом аромате вот у обладательницы. Или вот, конечно же, лучше наносить аромат на себе, тестировать на себе. Мне понравился аромат. Я довольна, что его заказала. И, как бы, рискнув его заказать, без пробника, без тестирования, заказала и не разочаровалась. Мне понравился. Понравился реально. Поэтому посоветую его вам, если вам тоже примерно близки мои вот эти вот пристрастия к ароматам. Я думаю, что вам тоже очень понравится. И вот так вот выглядит сам аромат. Флакон вообще не похожий на те ароматы, которые были, есть в Арифлейм. Это вот такой какой-то интересный флакон. Вот на меня, знаете, тоже впечатление создают и упаковка, и флакон. И мне нравится, когда не то, что вот там какая-то трилогия или там какие-то ароматы во внешне похожих флаконах, но разные по цвету. Ну, как-то это немножко тоже уже как-то так, да. А все-таки, если выходит аромат, у него свой интересный запах, так скажем, давайте назовем это запах. И упаковка, флакон. Все отличающееся от другого. Это тоже, знаете, как-то вот так вот привлекает, я бы так сказала, внимание. И это очень, очень, конечно же, нравится. Еще, конечно, хочу вам рассказать свой отзыв о недавней новинке. Это из серии Giordani Gold. Вышел такой вот кушон. Давайте посмотрим, как он выглядит. Так, здесь зеркало. Я его могла бы открепить. Здесь вот защитная фольга. Не стала откреплять, чтобы вас не ослеплять. И, собственно говоря, оно мне не сильно нужно для использования. Вот сама такая вот удобная губка. Спонж. Смотрите, я им пользуюсь. Я вам покажу. Протестировала, и поэтому могу вам уже о нем рассказать. Вот этот вот отсек, в котором лежит эта губка. И сама тональная основа, расположенная в губке, которая передает при нажатии в спонж тональную основу. У меня здесь оттенок фарфоровый. Это самый первый цвет. Кушон есть в четырех оттенках. Фарфоровый, слоновая кость, песочный бишь и естественный бишь. И каждый еще оттенок разделяется на теплый или на холодный. Это у нас фарфоровый теплого подтона. Самый светлый. И я хочу сказать, что можно было... Визуально кажется, что он вот такой вот, вроде как, насыщенный и темный. Но я думаю, что мне лучше нужно было, конечно, заказать все-таки слоновую кость. Тогда бы, может быть, он был бы немножко потемнее. Но, тем не менее, помимо того, что я ношу тональную основу, там пудра, румяшки. И все вот как бы так хорошо корректируется. Давайте будем тестировать. Смотрите. Хоть губкой и уже используем, но вы сейчас все увидите. Нажала. Посмотрите, сколько от одного. Если два пальчика бы вставила, было бы больше. Вот столько продукта. Достаточно в губке этого средства. Ходя здесь 12 грамм. Вот. И давайте будем смотреть. Вот так. Одели руку. Посмотрите. Вот светлый такой вот оттенок. И после этого нужно вот такими вот движениями. Кстати, очень хорошо матирует кожу. Для обладательной жирной комбинированной кожи хорошо матирует кожу. Передает. Получается матовое покрытие. Вот так высветлилась. Видите, рука. Маскирует. Плотное нанесение. Мне понравилось. Корректирует какие-то покраснения. Разные оттенки на лице. Все это у вас замаскирует. И получится вот хороший-хороший вот такой вот результат на коже. Содержит зеленый чай. Абрикос в своем составе. Вот так вот матирует кожу. Все перекрывает. Все перекрывает. Давайте вот здесь вот попробуем. Что-то здесь у меня там нанесла. Макнула. Родинка. Так. Вот смотрите. То есть если будет пигментация, это скорректируется. Просто еще тут свет все-таки сильно светлый. Но вообще при вот таком плотном нанесении, дает плотное нанесение и маскировку. Высветляет. Вот посмотрите. Две руки. Вот так. Видно разницу сразу же. А здесь видно венки и все остальное. То здесь все замаскировалось. Что мы в принципе с вами и хотим от тональной основы. В чем бы она не как бы не была. А эта тональная основа у нас видите. Именно вот в такой форме. И она позволяет все это замаскировать. Удобная упаковка. В виде так скажем пудры. В общем-то мне этот продукт понравился. Сомневалась я заказывать его или нет. Но очень довольна. СПФ не содержит. Но ничего страшного. Буду наносить те крема, которые содержат СПФ. Зато здесь хорошее покрытие. Именно плотное нанесение. Интересно, что здесь есть вот такая стрелочка. Типа с открытием. Может быть, надеюсь, появятся какие-то сменные блоки. Почему нет? Очень интересно. Очень интересно. Тогда бы ценник стал бы еще бы вообще доступнее и интереснее. Еще рассказать о вот таком вот средстве. Это у нас ограниченный выпуск. Разогревающая маска для леса. Шведский спа-салон. 50 мл. Сомневалась я заказывать ее или нет. Потому что у меня кожа чувствительная. Склонная к покраснению. На которой есть купероз. И вот этот вот разогревающий эффект, который здесь, не особо благоприятен той коже, которая вот владает всеми теми, что я вам перечислила, что есть у моей кожи. Здесь смотрите. Но хочу сказать вам сразу. Нанесла. Через там, наверное, сколько-то секунд 30 минуту началось у меня ощущение какого-то разогрева и тепла. Легкого. Не сжения. Ничего. Разогрева. Приятное ощущение было. Потом здесь заявлено, что нужно бы эту маску в конце вы снимаете горячим полотенцем. Вот это я делать не стала. Побоялась. Ну, там не горячим, а теплым полотенцем. Я это не стала делать. Побоялась. И просто смыла, смыла. Ощущения на коже после остались очень приятные. Кожа была такой мягкой, бархатистой, приятной. Несколько там минут после у меня еще было такое ощущение тепла на коже. Потом это все прошло и успокоилось. Как-то вот так. Здесь у нас экстракт морских водорослей. Каролина обладает антиоксидантными свойствами. Отвечает за увлажнение, упругость и укрепление кожного барьера. Масло канола и сладкого медаля питает, смягчает кожу. А эфирные масла бергамота освежает и успокаивает. Благоприятное, общее у меня впечатление от этой маски. Не разочаровалась, что я ее заказала. Рискнув. Потому что я всегда читаю то, что написано в описании. И у меня бывает описание, ну вот, появляется после этого описания такое двоякое впечатление. О том, что подойдет, не подойдет. Рискнуть, не рискнуть. Рискнула, заказала, довольна. Интересно, ограниченный выпуск. Поэтому в каких-то каталогах будет, будет. Это еще масочка. Попробуйте. Аромат очень приятный. Как у серии шведский спа салон. А мне этот аромат нравится. Он такой интересный, интересный. Маска прозрачная. Вот такая вот прозрачная. И благоприятно как-то вот она повоздействовала на мою кожу. В общем, у меня, конечно же, после этого и восприятие ее благоприятное. Потому что все как-то вот так хорошо, деликатно прошло на моей вот такой чувствительной коже. Поэтому не бойтесь, попробуйте. Но, скажу, полотенцем теплым я ее не снимала. Может быть, если бы было, надо рискнуть, попробовать снять теплым полотенцем. И тогда, в общем-то, будет, может быть, более усиленный эффект после этого. Потому что вот этот тепловой, да, он, конечно, дает прилив, разогрев тепло, даст немножко покраснение кожи. И это, конечно, прилив крови даст свой положительный результат. Потому что это прогонит какую-то лимфу. И, конечно же, кожа на себе такой всплеск чего-то, да, ощутит. И это заставит ее, конечно же, работать. В общем-то, понравилось. Интересный, интересный продукт. И я все так же вот экспериментирую. Смотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно мое мнение. Я постаралась максимально до вас донести свое мнение, свое восприятие об этих новинках и об этих средствах. Если у вас есть, что написать, ваше мнение, что поделиться со мной, с другими, кто читает под видео комментарии, обязательно пишите. Это очень важно, это очень нужно не только мне, но и всем другим девчонкам, кто хочет быть красивыми, ухоженными и, может быть, сомневается, брать, не брать, напишите обязательно ваше мнение. Я рада, что вы досмотрели это видео до конца. Обнимаю вас очень крепко. Целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.